Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим вот о таком ноже производства немецкой компании Böcker, который выпускается под брендом Böcker+. Мы о подобном ноже на канале Мессер Мессер уже с вами разговаривали. Это нож Böcker Plus Kihon или Kihon. Но в данном случае в версии с вот такими вот медными накладками рукояти он называется Assisted Cooper. Самое яркое в этом ноже это, конечно же, накладки. Давайте я их так поподробнее немного покажу. И причем нужно понимать, что если вот на некоторых ножах других производителей накладки это именно накладки, там обычно вставляют один лайнер для того, чтобы сделать пружину замка лайнер лок, то тут это накладки прям в полном смысле этого слова. Надеюсь, что вам вот так вот будет сейчас видно, что у этого ножа внутри есть полноценные, практически никак не облегченные лайнеры. Но постараюсь показать. Надеюсь, что это видно. Да, на одном из этих лайнеров сделана пружина замка. И, кстати, здесь надо сказать, что пружина такая очень гладкая и приятная к пальцам. Ни кожу перчаток не дерет, ни кожу рук, если вы работаете с ножом голыми руками. У ножа вот такая вот сквозная конструкция. Прямо действительно на одной крупной бонке довольно-таки редко бывает так сделано. То есть, если что-то вдруг появится, какое-то загрязнение, вы очень легко сможете промыть этот нож без разборки. Кроме того, здесь интересная реализация темлячного отверстия в виде вот такой вот, ну, скажем так, не круглое здесь отверстие, но довольно-таки удобно. Сюда запросто можно продернуть даже 550-й паракорд дважды, если это потребуется. Единственное, что надо понимать, что между этими отверстиями нет втулки. То есть, немножко придется попотеть, чтобы попасть туда симметрично. Последние пару лет среди многих западных производителей существует тенденция выпускать те или иные популярные модели своих ножей с накладками из миди. Но, честно говоря, вот такого, как это сделано на этом ноже, я, по-моему, раньше еще в руках, по крайней мере, не держал ни разу. Здесь дело в том, что сразу вот из коробки есть какие-то такие пятна, похожие на пятна смазки на этом ноже, которые вообще вот так вот просто, по крайней мере, с ножа не вытираются. Ну, может быть, какие-то мелкие абразивные средства помогут с ними справиться, но, тем не менее, по крайней мере, из коробки вот я такого раньше не видел никогда. С другой стороны, на самом деле, почти все производители указывают, что вот такие вот медные накладки, они довольно-таки быстро будут темнеть и получать те или иные пятна, получать такой своеобразный винтажный внешний вид. Ну, кто-нибудь, наоборот, именно из-за того, что такой вид рано или поздно получится, подобные ножи покупает, а кто-то, кому хочется, чтобы они постоянно блестели, так как этот, например, нож не блестит из коробки, должны будут использовать какие-то специальные материалы, какую-нибудь полировку для того, чтобы рукоять этого ножа блестела, как корабельная рында. По-своему, это тоже очень красиво. Мы с вами имеем дело с флиппером, у которого по современным стандартам компании Becker сделан довольно-таки крупный плавник, но при этом такая очень мягкая, хотя и заметная для пальцев насечка. Естественно, работать с ним помогает и пружина, которая на выбросе помогает вам немного подработать клинок ножа без особенного усилия с вашей стороны. Кайхан считается тактическим ножом и в базовой модели, как и очень многие другие тактические складные ножи немецкой компании Becker, этот нож снабжен так называемым ассистом, небольшой пружиной, которая помогает вам выбросить нож без особого усилия пальцев. Ну, видимо, на этой модели решили, что переделав этот нож, нет необходимости избавлять его от такой приятной детали конструкции. Открывается таким вот очень легким движением, но, что характерно, эти ножи очень неплохо и складываются одной рукой, несмотря на наличие такой пружины. Не такая она там особенно мощная, чтобы это мешало вам работать с ножом. Видимо, для того, чтобы не попортить вот эту вот прекрасную блестящую поверхность, которую очень сложно держать в кадре так, чтобы на ней не появлялся блик от осветительных приборов, в компании Becker решили не делать на другой стороне рукояти специальный паз, куда можно было бы переставить вот эту вот проволочную клипсу. Работает эта клипса так. Да, в общем, без особенных проблем работает, как это и свойственно, проволочным клипсам. Единственное, что, ну, может быть, не очевидно для тех людей, которые подобные ножи не держали в руках, это то, что благодаря довольно большой массе этого ножа, нож в кармане очень сильно чувствуется. Но, тем не менее, на работоспособности клипса это никак особенно не сказывается. Открыли, достали, и вот ваш нож. Ну, и вот открывается такой вот замечательный клинок из стали D2. Здесь стилистически, в общем, есть несколько таких любопытных особенностей. С одной стороны, вот как-то Берли удалось, используя такую, в общем-то, европейскую геометрию, сделать отсылку действительно к японскому холодному оружию. Вот читается здесь вот тот самый японский танто, который мы широко знаем по всяким разным самурайским мечам и ножам. С другой стороны, здесь есть вот такой очень интересный элемент, это вот такая вот выемка на обухе для обстановки пальца. Очень удобная, очень это и хорошо выглядит, и этим действительно очень удобно пользоваться, если вам необходимо оказать какое-то давление большим пальцем на нож сверху. То есть можно вот строгать таким образом, делать прочие такие подобные работы, тут все тоже очень сильно удобно. Еще один нюанс заключается в том, что у ножа есть два вот таких вот шпенька, с помощью которых, в принципе, благодаря той же самой пружине нож можно достаточно комфортно открывать. То есть если почему-то вы находитесь в таком положении, что плавником вам пользоваться неудобно, то вполне можно открыть нож за шпенек. Но эти шпеньки выполняют и вторую функцию упорного штифта. Причем, посмотрите, здесь как интересно сработано то место, куда этот упорный штифт приходит. Здесь в одном месте один лайнер, он вот так вот немножко выходит за медную накладку и избавляет ее от определенного разрушения и износа, который может быть при постоянном контакте со сталью. Но с другой стороны, ничего подобного почему-то не сделано. Как это будет вести себя в эксплуатации, сказать сложно, но с другой стороны, наверняка, если даже не разваливаются некоторые там стеклотекстолит, или даже некоторые пластики при подобной работе, то, наверное, медь тоже выдержит. Хотя, конечно, может быть и будет какая-то выработка, но вероятнее всего это возможно только при каких-то очень серьезных нагрузочных работах с этим ножом. Ну и вот так вот здесь любопытно показать, что посмотрите, я думаю, что будет видно вот так сверху. Вот с этой стороны есть небольшой выход лайнера и к нему как раз шпенек примыкает очень плотно. А с другой стороны, его нет и шпенек не примыкает к рукояти вообще. При этом люфта у ножа, ну, по крайней мере, из коробки нет совсем, совершенно никакого, ни в какую сторону. Ну, понятное дело, что в осевом узле здесь шариковые подшипники, то есть такой вот поперечный люфт здесь был бы практически невозможен. А вот тут люфт вертикальный при такой конструкции, ну, вполне, в общем-то, мог бы быть. Но, по крайней мере, на старте мы его не наблюдаем, и я думаю, что если вы не будете подвергать нож каким-то сверхмощным нагрузкам, если вы покупаете такой нож только ради красоты медных рукояти, а не по причине предполагаемой их особой надежности, то в этом случае он вам очень долгое время будет служить верой и правдой, и люфты не появятся. В оригинальном ноже Лукаса Берли, который был выпущен в коллаборации с немецкой компанией Бекер, мне, откровенно говоря, очень нравилась его легкость и вообще вот такая вот его размерность. Это такой действительно очень удобный и комфортный нож. Ну, понятное дело, что с медными накладками он очень сильно прибавил в весе. Но посмотрите, какой есть интересный момент. Вот так этот нож сбалансировал. Ну, вот, примерно вот так. В дальний край подпальцевой выемки. Как и у базового ножа, у этой версии Кайхон все в порядке с хватами. Хорошо наполняет руку в молоточном хвате. Очень удобно держать его в хвате каком-нибудь режущем. Высота спусков позволяет схватиться и через клинок, если это зачем-нибудь необходимо. Ну, а то, что рукоять такая в японском стиле, почти прямая, позволяет очень удобно получать всякие разные обратные хваты. С этим никаких проблем у ножа нет. Единственное, пожалуй, что тяжеловат он немного. Ну, так это ведь и понятно. Когда берете нож с такими накладками, ничего удивительного в этом нет. Кто-то, кто смотрит на подобные ножи в первую очередь как на утилитарные предметы, скажет, что подобное украшение, которое в итоге значительно прибавило массу этому ножу, было не кстати. Ну, и действительно, работать долго ножом с такой массой будет достаточно неудобно. Но, с другой стороны, большинство людей, у которых ножей так или иначе много, если мы ведем речь о складных ножах, отлично понимают, что в большинстве случаев ими не работают долго. Это ножи, которые достаются буквально для того, чтобы сделать максимум 2-3 отреза, там, распаковать какую-то коробку, может быть, сделать бутерброд или 2, но не более того. И, по большому счету, масса не играет такой уж особенной роли. А вот то, что продемонстрировав такой нож окружающим, вы, безусловно, покажете им какую-то особенную, действительно необычную вещь, этого у подобных ножей отнять нельзя. Надеюсь, что вам это было интересно. С вами на канале Мейстер Мейстер был Заливаха. Пока!